А вы в курсе, что маршрут Золотое кольцо Баспорского царства в Краснодарском крае туристы назвали самым интересным маршрутом России? К такому выводу пришли эксперты одного из популярных сервисов бронирования после подведения итогов голосования пользователей соцсетей. За маршрут проголосовали 32% опрошенных. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятова. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Кубани. Но сегодня в нашей программе мы поговорим об интересных туристических маршрутах и в целом о развитии туризма в регионе. Вернемся к проекту «Золотое кольцо Баспорского царства». Этот межрегиональный туристический маршрут был создан по инициативе Краснодарского края. Проект включен Ростуризмом в перечень 10 приоритетных маршрутов России, ориентированных на въездной туризм. Уже стартовали продажи первых туров и первые организованные группы отправятся по маршруту в марте 2019 года. В комплексные туры включено около 30 памятников античности и современных объектов турпоказа в 10 городах региона, тематически связанных с историей Баспора. Тур-операторы сформировали несколько видов туров, рассчитанных на 3, 5 и 7 дней путешествия. По прогнозам, благодаря проекту турпоток увеличится на 10%, а средняя продолжительность пребывания туристов на южных курортах – на 15%. «Золотое кольцо Баспора» – это межрегиональный, совместный в том числе с Крымом, проект. Соседние регионы не собираются конкурировать в борьбе за туристов, а наоборот будут сотрудничать, чтобы сделать отдых гостей комфортным и интересным. Мы выиграем, если сможем объединить свои объекты культурного показа, археологического показа, наши пляжи, для того, чтобы приезжая на Черноморское побережье России, отдыхающие могли посетить и Крым, и Краснодарский край. «Открытие моста, безусловно, оно будет тому максимально способствовать, потому что мы можем взять какое-нибудь золотое Баспорское кольцо, к примеру, где человек может, допустим, прилетев в Сочи, добраться до Крыма, прилетев в Крым, в Симпероболь добраться до Сочи. Это, естественно, максимально повысит интерес к Черноморскому побережью нашей России». «Это наша экономика, это наша прибыль и качество жизни, в первую очередь, жителей и Краснодарского края, и Крыма. Поэтому давайте, конечно, здесь делать все, чтобы экономика у нас получилась. И жителям должно быть комфортно, и отдыхающим тоже должно быть комфортно». «Мы туристические регионы, южные регионы. У нас в данном случае, наверное, есть уникальные вот такие моменты, в которых нет других субъектов Российской Федерации. Пляжные территории. Совместно все это развиваем». Проект «Золотое кольцо Баспорского царства» губернатор Кубани Вениамин Кондратьев представил на межрегиональном форуме Казахстана и России, который посвящен новым подходам в развитии туризма. Вениамин Кондратьев рассказал министру экономики России Максиму Орешкину, что новый маршрут включает в себя 10 городов Кубани, Крыма и Ростовской области. Часть пути отдыхающие смогут проделать по морю на круизном лайнере. Подобные проекты легли в основу стратегии развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края до 2030 года. О туризме как драйвере рост экономики говорили уже на планерном заседании, которое провели президенты России и Казахстана. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани. В свою очередь Владимир Путин отметил, что сотрудничество регионов в области туризма является стратегически важным. Считаю это направление двустороннего сотрудничества также весьма важным и многообещающим. Туристическая индустрия обладает внушительным экономическим потенциалом, вносит значительный доход в бюджеты как федеральные, так и местные, создает рабочие места, стимулирует малое и среднее предпринимательство. В России многое делается для продвижения внутреннего и въездного туризма. Хотел бы отметить, что в мае была утверждена соответствующая концепция до 2025 года. Ее реализация призвана сделать туристический сектор эффективным и высокодоходным, а также придать дополнительный импульс к социально-экономическому развитию регионов. Кубань, в свою очередь, является главным курортом России. Только в этом году здесь отдохнули почти 16 миллионов человек. Активное развитие в регионе получают агротуризм и санаторный отдых. С начала года запущены 26 новых туристических маршрутов. Кубань сегодня обладает большим культурно-историческим наследием, которое само по себе должно стать объектом притяжения как российских, так и зарубежных туристов. С начала года на курортах Краснодарского края отдохнули 16 миллионов человек. Стартовал сезон с фестиваля, посвященного изучению наследия античной культуры на территории региона. Он охватил социальные и научные сферы, включая спорт, историю, искусство, ремесла, мореплавание, военное дело, гастрономию, виноделие и прочее. Фестиваль проходил в нескольких городах региона. Это Краснодар, Геленджик, Новороссийск, Анапа и Таманский полуостров. Посетили мероприятие проекта порядка 55 тысяч туристов. Фестиваль громко заявил, что Кубань – это не только место для пляжного и активного отдыха, а еще и один из центров античной цивилизации. В 2018 году курортный сезон в Краснодарском крае стартовал с открытия самого яркого события лета – туристического фестиваля «Античное наследие России», прошедшего в рамках перекрестного года туризма «Россия-Греция». Организованный под эгидой администрации Краснодарского края при поддержке Министерства культуры России и Федерального агентства по туризму, фестиваль громко заявил, что Кубань обладает огромным культурно-историческим наследием, которое само по себе должно стать объектом притяжения туристов из России и зарубежных стран. Для нас очень важно, чтобы эти территории, помимо того, что мы сохраняем и приумножаем саму культуру, для нас же еще важно, чтобы мы увеличивали туристический поток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова «Я могу сказать, что мы очень впечатлены гостеприимством здесь, мы чувствуем себя как дома». С особой радостью обращаюсь к вам по случаю первого фестиваля «Античное наследие России», проходящего в рамках года туризма России и Греции. «Мы все знаем, что УЗы, связывающие наши народы очень глубоко во время, что свыше 2500 лет эти связи продолжаются». В целях создания условий для привлечения туристов и увеличения туристского потока в регионе работает краевая целевая программа, которая называется «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса». Ее курирует Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Цель программы – создание благоприятных условий для развития курортов, в том числе их инвестиционной привлекательности, а также сохранение олимпийского наследия на территории края. Надо отметить, что сегодня регион обладает всеми ресурсами, необходимыми для развития разных видов туризма, таких как пляжный, экологический, познавательный, агро- и этнотуризм. Одно из важнейших направлений – это отдых с лечением в здравницах Кубани. Анапа, Туапсе, Ейск, Сочи, Горячий ключ. Во многих приморских городах-курортах построены санатории, где среди прочих методов практикуется бальнеология. Вот что во время визитов Туапсе об этом направлении оздоровительного отдыха на Кубани говорил губернатор Вениамин Кондратьев. А вы откуда? Я из Самары. Из Самары. Вам тоже понравилось? Очень. Я стремлюсь сюда, да. Я стремлюсь, потому что здесь с каждым годом лучше, а не хуже. Лечебная база есть, и питание нормальное, и все очень близко. Знаете, вот самая лучшая реклама – это реклама, которая звучит из уст людей. Простых людей, тех отдыхающих, которые здесь сами побыли, сами отдохнули, сами увидели, на себе все прочувствовали. Я уже здесь не первый раз. Я тоже. Еще раз, за вас, что все у вас. За меня. И за вас тоже. Санаторная курортная отрасль находится в рынке. Вы также находите точки, которые должны вам дать конкурентное преимущество на рынке. Вот сегодня это конкурентное преимущество нужно находить в бювет. Я считаю, это одна из точек, которая и является конкурентным преимуществом вашего уже санатория по сравнению с другими санаториями на курортном рынке. И сегодня человек, который приезжает, не только море великолепно, великолепные номера, столовая, это же не назовешь, это ресторан, можно сказать. Еще и бювет, лечебная вода, это все в совокупности уже и позволяет вам не только сегодня хорошо жить, но и уверенно смотреть за прошлый день и развиваться. Бальнеологические возможности Краснодарского края вода и грязи лечения ценятся далеко за его пределами. Между тем регион готов и перенимать опыт в развитии этого направления у других регионов и коллег за рубежом. Так, например, Кубань и Вьетнам рассматривают возможность сотрудничества в области бальнео-вода лечения. Бальнео-курорты с горячими минеральными источниками и грязи лечебницами функционируют практически по всему Вьетнаму. Вопросы сотрудничества с этой страной в области оздоровительного туризма Вениамин Кондратьев обсудил с чрезвычайным послом Вьетнама. Насколько мне известно, во Вьетнаме очень хорошо развито курортное направление бальнео-лечения. Для нас это является тоже тем вектором развития нашей курортной отрасли, на которую мы сегодня внимательно осмотрим и максимально прилагаем усилия в развитии именно на уровне современных бальнео-курортов и, конечно, санаторно-курортного комплекса. Поэтому здесь вьетнамские практики, которые сегодня зарекомендовали себя на весь мир, тоже нам будут очень интересны, где мы можем найти взаимные пересечения с точки зрения развития уже наших курортов, курортов Краснодарского края. Вы верно подметили, на наши курорты приезжают сотни тысяч туристов, полностью поддерживая ваши инициативы по созданию совместных предприятий в этих отраслях. Это действительно хорошая перспектива нашего дальнейшего сотрудничества. Краснодарский край сегодня центр внутреннего туризма среди всех курортных регионов России. Развитие курортно-туристского комплекса является одним из главных направлений развития края. Основной площадкой для обсуждения проблемы достижения внутреннего и въездного туризма в России вот уже несколько лет является международный туристский форум «СИФТ». Он проходит в Сочи. На курорте собрались более 250 ключевых игроков турбизнеса. Это региональные власти, представители курортов, отели, туроператоры, компании-перевозчики. Контакты, связи и сделки – главная задача участников «СИФТ». Смотрим сюжет с открытия форума. Красной нитью на форуме проходит тема организации внутреннего российского и въездного туризмов, что успешно влияет на их развитие, а что препятствует процветанию. Способы продвижения турпродукта участники «СИФТ» искали на деловых встречах и переговорах, семинарах и мастер-классах. Озвучены были и проблемы, в том числе с транспортным сообщением. Выход из ситуации – создание региональной авиации, уверены специалисты. Город Сочи, он предложен как один из транспортных хабов. И, естественно, это говорит о том, что с разных региональных центров здесь планируется авиационное сообщение. Естественно, что это увеличит турпоток. В принципе, чтобы сделать город Сочи круглогодичным курортом, чтобы внедрить программу «Открытый юг», мы, по большому счету, с огромными делегациями, с презентациями возможностей курорта Сочи посетили 3-4 региона. И именно эти регионы сегодня дают основных наших туристов. Это говорит о том, что региональные связи, они просто необходимы сегодня, их необходимо продолжать даже в ручном режиме. Отдельная тема для Сочи и Краснодарского края в целом – это разработка пакетных туров. Срок посещения города-курорта должен стартовать от одного дня. И это вполне реально, подчеркивает министр курорта в Кубани. В том же Сочи турист может не только загорать, а приехать сюда с определенной целью. К примеру, на событийное мероприятие, коих в городе три сотни за год. Мы вместе с Крымом сейчас ведем работу над тем, чтобы два региона комплексно предлагали продукт посещения, в том числе и от недели до двух. Самое главное, что эта комплексность заключается и в перелете, и в проживании, обеспечении питания, трансферов и дополнительных услуг, таких как посещение объектов туристического показа, таких как посещение событийных мероприятий, туристических маршрутов межрегиональных. Он уже сегодня демонстрирует свою эффективность. Проект, который был инициирован губернатором в Крыму на экономическом форуме, сегодня является одним из самых привлекательных в России. И коллеги из Федерального агентства по туризму, и лично Олег Петрович Сафонов, поддержал и включил в 10 приоритетных проектов, ориентированных именно на въездной туризм. Тренд этого года и следующего – это получение эмоций у туристов. Они хотят впечатления. Не только качественный сервис, но и, конечно, яркий национальный фон. Для нас это задача номер один. В первый же день форума Сочи подписал соглашение о сотрудничестве в туристической отрасли с Ялтой. Будем перенимать передовой опыт, который есть уже у Сочи. Так что у нас немножко, мы отстаем немножко от развития туристической отрасли. Сочи и Ялта – это всегда два города, которые у всех людей на слуху. Поэтому мы только партнеры. Никакой конкуренции между нами нет. У каждого города своя прелесть. Сегодня же достигнута и договоренность об организации реабилитации космонавтов России на курортах Краснодарского края. Стартует пилотный проект в Сочи. Соглашение подписали министр курортов края и руководитель национального центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. И сегодня, когда инфраструктура Краснодарского края, Сочи в первую очередь, она настолько развелась, что по отдельным позициям, я бы сказал, лучше, чем то, что нам предлагают зарубежные партнеры и так далее. И мы решили все это систематизировать, узаконить и упорядочить. Мы практически завершили разработку программы, когда мы и часть элементов подготовки космонавтов будем проводить здесь, на этой инфраструктуре. Космонавты изъявили желание здесь быть, находиться. Со следующего года санаторно-курортное лечение точно будет и реабилитация точно будет. Мы не будем в очень долгий ящик все это откладывать. Но наше присутствие со следующего года здесь, в этом регионе, будет более масштабным. Мы планируем расширять эти горизонты, включать лучшие объекты, лучшие здравницы Геленджика, Анапы, Туапсинского района. Возможно, даже и Тимрюкский будем подключать в следующем этапе. Поэтому здесь возможности есть для всех. Это, собственно говоря, конкурентное поле. И все, кто соответствует, и все, кто будут интересны для центра подготовки, могут быть задействованы в этом проекте. Также на туристском форуме министр курортов Кубани рассказал, что по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, величину курортного сбора в ближайшие годы в регионе повышать не планируют. Напомню, этот вид сбора взимается с этого года в четырех регионах страны – в Крыму, Алтайском, Ставропольском и Краснодарском крае. Что касается суммы курортного сбора, ее самостоятельно определяет каждый регион. Но сбор не должен превышать 50 рублей. За отдых на курортах Кубани туристы сегодня платят 10 рублей в сутки. Установлено и законом, и наши требования, что средства, которые будут собраны в результате курортного сбора, останутся в том мысле, который эти средства собрал. И, конечно, прозрачно они будут, в данном случае, исходя из сегодняшней редакции закона, использоваться на благоустройство, на улучшение качества курорта. Но и даже самое главное, и на какие иные цели эти средства использованы не будут. Всего за два с половиной месяца собрали 82 миллиона рублей. Деньги поступили от сбора в Анапе, Сочи, Геленджике, Горячем Ключе, а также четырех курортных поселений Туапсинского района. Изначально краевые власти рассчитывали, что показатели только за год достигнут 70 миллионов рублей. Полученные средства направят на благоустройство тех городов, в которых взымается сбор. Жители городов уже выбрали, на что будут направлены деньги. К примеру, в Анапе установят фонари и светодиодные конструкции. В Геленджике проголосовали за новые скульптуры из садовых растений и световые композиции. Непосредственное освоение денежных средств, собранных в текущем году, начнется в начале 2019 года. Эксперимент по курортному сбору в России начал действовать с 1 мая. На Кубани он стартовал чуть позже, с 16 июля. Сроки сдвинули из-за проведения чемпионата мира по футболу. Напомню, курортный сбор взымается с отдыхающих в день заселения. Размер сбора – 10 рублей в сутки с человека. Жители Краснодарского края от курортного сбора освобождены. Расходы туристов из других регионов и стран в итоге представляют собой вложение в экономику края, в развитие ее туристского потенциала. Но нельзя забывать, что эффективное развитие туризма также обеспечивает рост налоговых поступлений в бюджет и помогает развивать смежные отрасли экономики и снижает уровень безработицы. Ну это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет сегодня наш край. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова